Приветствую всех на своем канале! В этом видео я буду создавать небольшую картинку с помощью термоклея и акриловых красок. У меня есть вот такие два небольших холста, примерно 15х15. Я их покрыла акриловой черной краской. И теперь я хочу на этих холстах сделать небольшие картинки с помощью термоклея и вот такой вот акриловой краски. Это акриловая краска в баночках, она имеет металлический такой свет, синяя, зеленая и золотистая. И вот я хочу, собственно, ними сделать интересные такие картинки. В прошлом видео я уже делала объемную картинку ветки сакуры. Вот эта картинка. Надеюсь, что многие из вас это видео уже видели, смотрели. Но в том видео я немного стратила, не показала с разных ракурсов эту картинку, чтобы вы видели, что вот такая она получилась объемная. Вот видите, с помощью клея, термоклея, можно сделать вот такую необычную, объемную, интересную картину. У меня остался еще такой небольшой холст, тоже покрытый черной акриловой краской. И я решила сделать еще одну картинку небольшую в таком же стиле, то есть объемную картину. Я уже белым карандашом наметила рисунок. Да-да, это будет очередное перо павлина. У меня уже есть видео, как я рисовала перо павлиной. Также видео, как нарисовать перо павлина цветными карандашами. Теперь я хочу сделать объемную картинку тоже перо павлина. Сейчас у меня клей горячий нагревается, клей-пистолет. У меня есть краски такие синие, металлического цвета, золотые, золотые светлее, желтое золото и зеленые. И этими красками я буду потом разукрашивать наше перо. Можно брать любые другие краски акриловые, не обязательно металлические. То есть это не принципиально. Вы берете на свое смотрение. Можете рисовать разные рисунки, цветочки, бабочки, сердечки, какие-то еще узорчики. Все, что угодно, что вам захочется и что вы там себе сфантазируете. Можно также попробовать красками гуашевыми, но добавляйте обязательно туда клей ПВА или лак, или и то, и другое, чтобы краска цеплялась хорошо за холст, за клей и не так боялась воды. Потому что вы знаете, что гуашь воды боится. То есть если вы... Ну, гуашь, она мажется и так сама по себе, плюс если вы намочите, то это будут такие вот потеки. Итак, у меня уже горячий клей нагрелся и стал действительно горячим. Теперь я могу наносить, как и в прошлом видео с аккором, там, где я наметила, наносить горячий клей. Сейчас я ускорю видео, чтобы не было это все так очень медленно. Субтитры создавал DimaTorzok Вот работа клей уже у нас закончилась, завершилась. Теперь нужно убрать нам лишние вот эти паутинки, что оставил после себя термоклей. И можно приступать разукрашивать наше перышко. Все, дело сделано. Теперь я могу приступать красками разукрашивать. Я беру всю ту же губку, что у меня есть, да, рабочий такой кусочек губки. Буду сначала наносить общий фон везде, по всей картинке. После уже выделять конкретные зоны перья. Серединка у нас будет глазик синенький, тут желтенький, более темный такой, больше к красному такому цвету, да. Эта часть оперения перышек будет зеленоватого цвета. Ну, а фон сейчас я какой-нибудь общий накидаю на все это дело. Итак, я продолжаю, а вы наблюдайте. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok